Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг. Подпишись на канал, ты не забудь, поставь лайк и комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Привет, ребятки, мы продолжаем с вами проходить карьеру в игре F-15 за торпеду Москва. И у нас очень сложная неделя, но ведь это же круто, это же охренительно, что торпеда, торпеда, то самое торпеда, за которую мы взялись, то самое торпеда, которая боролась за выживание в российской премьер-лиге после чудного какого-то попадания в Воне, и то самое торпеда, которая в реальной жизни уже не является профессиональным футбольным клубом, к сожалению, то самое торпеда теперь настолько, настолько разрознена по разным чемпионатам, что просто охренеть, как сложно играть во всех их. В российской премьер-лиге мы на первом месте. В Кубке страны мы идем неплохо. В Лиге чемпионов мы выбили Реал Мадрид из 1-8 на Сантьяго Бернабеу, сделав их 3-1. Это просто что-то с чем-то. Ну и, собственно, вот к чему мы пришли. В прошлой серии я вам показывал уже календарь, но давайте покажу еще раз. Терек. Через два дня у нас Краснодар. Через день Ювентус и через два дня Зенит. Потрясающая сложнота, я вам скажу. И более того, второй состав сейчас будет играть против Терека. Он же сыграет против Краснодара и уже снова выйдет на Ювентус. Все-таки, несмотря на то, что, конечно, хочется Требл взять, но я не ставлю на него. То есть не факт, что мы справимся. Кубок мы уже брали. РФПЛ надо бы взять. Вот это круто было бы, да? Но второй состав с Тереком должен справиться. Вот. И Лига Чемпионов. Да, Лига Чемпионов после того, что мы сделали с Реал Мадрид, будет просто кощунством каким-то жестким наслиться дальше. Будь то Ювентус, будь то еще какой-то клуб другой. Неважно абсолютно. Несмотря на то, что как раз в реальной жизни Ювентус сделал тот же самый Реал. Подчистую, ну как подчистую, ладно. Я называю вещи не своими именами, но история будет помнить именно итоговые результаты, которые гласят о том, что Юва в финал вышла на Барсу и там этой Барсе и проиграла. Я хочу посмотреть таблицы теперь. И таблицы меня интересуют Лиги Чемпионов. Так, смотрите. Евролига. Челси. Жахнула. Своих соперников у тебя лишь 2-1. Чего себе. Атлетико из Бильбао. 3-2. Зенит. И вышла на этот самый Челси. Да, хорошо. Больше нам тут никто не интересен. А, нет, вот смотрите. Есть еще Зенит. Ой, господи. Динамо, прошу прощения, который Тоттенхэму слили. 2-4. И внимание, Верден. Верден. Немецкий Верден. Порту. Разобрала со счетом 6-0. Нормально? 6-0. Что это вообще происходит? Почему жесть, Наваль? Жесть, короче. И на Интер попали, которые там со своими соперниками тоже нехило справились. Нехило со своими соперниками. Ну да, справились. Все правильно. 5-2. И куда я вышел? Ай, молодец какой Дима. Ай, молодец. Вот смотрите, как работает таблица в FIFA. Смотрите, сейчас вот я очень близко геймпад поднес к микрофону. Я нажал на кнопку. 4 секунды. 4 секунды отклика в левую сторону и 0 секунд вправо. Вот опять нажал. 3-4 секунды. Еще раз. Здесь уже попроще. Итак, ладно. Ювентус в итоге слил Манчестер Юнайтед, как мы поняли. И именно он стал нашим соперником. Ну, они, походу, там по пенальти решали свою судьбу. У них 2-2 было. Барселона на Баварию вышла. Вот это интересное противостояние Барса-Бавария. Ух. И, кстати говоря, это наш следующий соперник. Кто-то один из них. Это жестко. Так. По всей видимости, да? Насколько я могу понять. Так, Манчестер Сити на Бенфику. Ух. Бенфика с шальки разобралась. ПСЖ сделала подчистую Ливерпуль. И Милан, что удивительно, но именно Милан вышла в 1-4. Хотя, конечно, соперник тоже не очень сильно у них был. Мне кажется, ПСЖ выйдет в полуфинал в паре Манчестер Сити-Бенфика. Я, конечно же, ставлю на Манчестер Сити в паре Барселона-Бавария. Здесь я не возьмусь предсказывать. Но мне почему-то кажется, что Бавария выиграет. Потому что Барса, вот именно эта Барса, которая сейчас дожила до наших дней, она не так сильна, как современная в реальности. И видите, с Генком они... Это же Генк. Или что это? Бардо? Я не знаю, просто эмблемы этого клуба я с французскими клубами не очень увлекаюсь. Я сейчас зафейлился жестко, если это не французский клуб. Но, в любом случае, как факт, я не особо знаю этот клуб. По-моему, это Бардо. Хотя, думал, что Генку сейчас прочитал. Что-то там Бардо и С написано такое. Короче, не важно. Даже с этим соперником 3-1 всего лишь. 3-1. А Бавария с арсеналом 4-2. С довольно таким сильным арсеналом. Конечно, в реальной жизни он уплотнился еще более качественными футболистами. Как тот же Петер Чех в FIFA. Этого нету пока что в нашей вселенной. Ну, не пока что, а в нашей вселенной нету. Так что не знаю, насколько он здесь сильный соперник Баварии был. Но 4-2. 4-2. Я ставлю на Баварию именно в паре Барса. А там как пойдет, да, посмотрим. Ну, конечно же, Торпеду, Ювентус. Все мы прекрасно понимаем, на что в этой паре, на какой клуб я ставлю. Ох, у меня аж позвоночник треснул, как я перекренился в кресле. Итак, ладно, давайте посмотрим еще Копа Европа, Бавария, Буэр 1-0. И Russian Cup. Тут у нас что, тут еще ЦСКА может выйти на нас, да? Локомотив, Спартак, Зенит, Амкар. Да, ну, собственно, самые серьезные клубы выходят там в дальнейшую борьбу. Прошу прощения. А мы с вами пытаемся сейчас сделать терек. И самое главное, ребята, это будут такие разовые серии. То есть по одному матчу за серию. Потому что, потому что очень сложно будет и нужно будет напряжение это не растягивать. Так, погнали. Точнее, не сужать. Как раз-таки, наоборот, растянуть. Погнали, смотрим. Значит так. Йоранин, давай-ка, дружище рукавица, выпустит. Выпустим, точнее. Господина Багаева, господина Тараканова, господина Моролея, господина Кана. С защитой разобрались. Дальше пошли Стэванович. Пошли далее. Где Савичев у нас? Не понял. Неужели... Что происходит? Почему Савичев нет? Почему я не вижу Савичева? А, господи, потому что он стоит уже. Вот дурачок, а. Так, а Ищук? Ищук травмирован, нет? Ищук, Ищук, Ищук уже в основе, наверное, да? Вот он, Ищук. Ага. Тогда вот так. Ищук сюда. Савичев сюда. Вместо Лунгу выйдет у нас господин Цибиков. Вместо Черышева Акча. Надо вот так, наверное, поменять Акчу. И Ищука местами. Хотя нет, Ищук здесь. Акча слева. Ну вот. И тогда что у нас? Зуев Новосельцев. Давай, Новосельцев, иди сюда. А вот так вот сделаем. Не, Битур, если что, выйдет забивать. Хотя нет, какой. Камбаров, если что, выйдет забивать со штрафного. Так. У тебя как там с выносливостью, дружище? Подожди. Выносливость, выносливость, выносливость. Где? 73. Выносливость, 75. По-по-по-по-по-по-по-по. Даже не знаю. Но Тазмун точно не выйдет в этом матче. Не знаю. Он уже говорит, что он, конечно, готов играть. Но мне кажется, нет. Мулин, сколько у тебя выносливость? 73. Черышев, 75. Мне кажется, имеет смысл Черышева поставить в основе нападения. Мулину дать немножко отдохнуть. Просто, если что, вместо Черышева есть, кому играть. А вместо Мулина, только если Азмун оправится. А если он оправится, то в следующем матче Мулин сыграет. А на матч с Ювентусом можно уже играть Мулиным и заменять его Азмуном, грубо говоря. Так что, как-то так. Ладно, Терек, давайте. Это очень сильный соперник с участием того, что мы сейчас переживаем. Мы с вами вместе с клубом. Какой этап? У нас очень серьезный этап. Этап становления топ-клуба, грубо говоря. Если мы топ-клуб, если мы позиционируем себя топ-клубом, мы обязаны справляться с той позицией, с той ситуацией, в которую мы себя вогнали. Конечно же, это первый год попадания в Лиге чемпионов. И в дальнейшем, с учетом вливания бешеных денег, которые мы уже начали получать за счет своих качественных выступлений, мы сможем усиляться более качественными, выносливыми футболистами более высокого уровня и креплять те зоны, которые не закрепили ранее. Более того, мы с вами сможем более качественную и полноценную ротацию производить даже в условиях потери четырех и более футболистов в зависимости от их травм, в результате точнее их травм и так далее. В общем, я разглагольствую очень много. И знаете, что даже топ-клубы, действительно топ-клубы, очень сильно страдают из-за потери одного-двух футболистов. Топ-клубы, это действительно, кстати говоря, очень большая проблема этих топ-клубов, потому что складывается один состав, который, собственно, и играет на высоченном уровне. Один состав, как правило, звезд каких-то бешеных, которые очень плохо поддаются конкуренции со стороны других футболистов. А второго состава топ-звезд никто себе позволит, разве что, кроме Манчестера Сити, не может. Ну или Реал Мадрида. Правда, у Реала в итоге полный шлак. С этими трансферами у нас, кстати, был момент уже возле наших ворот неплохой. Для Терека мог открываться счет. Но ведь не открылся. Перекладина, есть Перекладина. Вот она, передачка хорошая на Черышева. Черышев убирает защитника. Черышев, Денис справа и попытался сейчас вколотить мяч в ворота. И, в принципе, должен был бы он это делать. Если бы, наверное, бил с левой, у него бы даже получилось. И если бы была бы практика игры на именно центральной позиции форварда, то тоже наверняка бы у него все вышло. Ох, Черышев, что ты делаешь? Что это? Они там разговаривают, что Черышев делал, смотрите. Савичев играет на Акчу. И Кан. Вот сейчас есть возможность хорошая. Можно вешать на Черышева. Денис, к сожалению, не справился. Можно было и не ловить этот мяч из аута. Мы бы подавали его. Не знаю, зачем я сыграл головой. Я надеялся, что после игры, собственно, этой самой головой мяч останется у нас. Хорошо. Это нарушение правил. Мяч остался у нас. И мы были свидетелями того, как судья решил оставить мяч в игре. А в дальнейшем Черышев благополучно его потерял. Сис, наверное, да? Вот так вот называть этого футболиста правильно. Рибус. Это отворот. Отворот не угловой. У меня уже язык начал вертеться, выстраивая слова отворот. Но нет. А вот эта передача хорошая очень. Черышев наткнулся на подкат. Ну, смотрите, как он работает в отборе. Хорошо, Акча! Вот ты, может, забьешь. Нет. Двое футболистов уже из торпеды имели возможность, пройдя с левого фланга, заколотить в правый угол ворот мяч. Но ни у Черышева, ни у Акчи это дело не вышло. Мы вынуждены наблюдать за тем же самым счетом. Один ноль с одной стороны и другой ноль с другой. И вот сейчас еще одна возможность хорошая. Забросик на Черышева. И опять в отборе отличная игра. Цибиков откликнулся на отскок очень хорошо. А вот сыграть на этом отскоке он уже не смог. Асанти. Хороший Ищук в подкате. А вот будет подавать футболист Терека. Но Ищук не только в подкате был хорош. Он еще и головой сыграл на уровне. Ищук. Передача на Акчу. Оформляет точно в ноги. Савичев. Ищук. Вот он пас опять на Акчу. Ищук. Выбивают у него в подкате мяч. Ну а вот в пользу... В пользу торпеда. Вот она возможность теперь у Ищука Данила. Ох, господи, господи. Это просто... Это бенефис сейчас Данила Ищука был. Последние пять минут игры, да? Но закончился он ударом мимо ворот, к сожалению. Очень неплохо. Данила очень хорошо прогрессирует. Именно на поле. Я не знаю, как там в цифрах, как там по показателям. Но именно вот в игре, именно в геймплее он просто великолепен. И не может не радовать. Если бы Данила Ищук был со старта у нас, вместо наших крайних полузащий. То мы бы многого добились и в Лиге Европы, я вас уверяю. Хотя и в Лиге Европы мы бы добились многого и так. Ух, возможность какая неплохая. Отрезали навесом всех защитников футболиста Энтерика. И удар только не получился у десятого номера. Грозненская команда. Отличный заброс. Черышев. Какой сейф. Денис, ну все сделал хорошо. И выбежал отлично на эту передачу. И, собственно, вроде как движение сделал небольшую сторону для того, чтобы брать защитника. Но, к сожалению, вратаря он этим движением не обманул. Ох, Ищук. Ох, Ищук. Финтиц. Ушами тут. Терек. По правому флангу. Пяточка. Неплохо очень. Там, блин, наши футболисты в неразберихе уже топчат друг друга. Мяч все еще у Терека. Что это за вынос такой интересненький? Господи, что происходит? 1-0. Терек открывает счет. Касаев это делает. Ну, здесь вот развели всех. Вот эта передача очень гениальная была. Ну, и удар получился. Конечно, молодец. Адлан Касаев. Седьмой гол в российской футбольной премьер-лиге забивает. Ну, а мы можем только поздравить его. И попытаться... Попытаться что-нибудь сделать уже возле чужих ворот. К сожалению. К сожалению, это очень сложно сделать. Савичев. Хорошо. На... На Далибора. И тут его встречают. На замахе он пытался убрать защитника. Как это получилось? Передачу на кону сделать? Я не понимаю. Из-под Савичева прямо. А Касаев на левом фланге. Касаев разворотик и наделся нам. Хо-хо-хо-хо. Это нарушение, скорее всего, с желтой карточкой будет наказано. Я не понимаю. Три передачи уже было сделано. Судья, какого черта ты так долго позволял играть? 45-я минута встречи. Желтой карточкой награждается Егор Тараканов. И будет пробиваться штрафной. Штрафной. Да-да-да. Ну... Нет. Этим штрафным нас не запугать. Пять минут осталось. До конца встречи. Можно пробовать еще разок. Каан. Вот у тебя получается забрасывать вроде. Но не в этот раз. Рибус. Не было пенальти. Не было нарушения вообще. Судья останавливает встречу. Первый тайм со счетом 1-0. Грозненский Терек выигрывает. Да, интересненько. Были у нас возможности. Очень много. У Черышева было возможности 2. Одна стопроцентная. Прямо наверняка. Но, к сожалению, воспользоваться ими у нас не получилось. Удары шли мимо ворот в основном. А тот, который пошел в створ, пошел прямо в руки галкиперу. Акча. Акча. Пяточкой на Стивановича. После хорошего такого проходец. Проходика. Цибиков. Прострел. И на мяч еще в руках первого номера Грозненского Терека. Но атака была красивая. Куда сейчас Моролея сбрасывал этот мяч? Не знаю. Касаев уже на правом фланге. Тоже пяточкой. Очень много пяточек. У нас сегодня. Не находите? Хорош Багаев. И вот Цибиков. Давай, возможность хорошая. Набегай. Передача вперед на Черышева. Не удалась. Потому что там в борьбу включились центральные защитники. Массивные такие очень ребята. Опа. Прошел. Прошел в итоге этот парнишка. И 2-0. Ничего себе. 2-0. Нам, конечно, проигрывать, ну, грубо говоря, можно. Если мы, конечно, с Зенитом сыграем на победу. Но нежелательно было бы, если честно. Я не хочу. Этого поражения. С какого-то бешеного угла парень забивает. Гол. Стыванович. Багаев. Передачу на Черышева не удалась. Как они проходят? Я не понимаю. Они иногда... Иногда так проходят, как Реал не проходил. Вот это вот. Что это за передача? Как вы так позволяете, ребят? Так нельзя. Ты смотри, футбол какой, а? 20 человек в одной точке. Нормально? Кроют друг друга. Там уронил кого-то. Да как же так, ребята, ну? И на вынос. Ну, это... Это что-то, конечно, с чем-то происходит. Давайте выпускать... Даже не знаю. Новосельцева сюда. Это сюда. Вместо Тараканова Ребенко. Тараканов пусть стоит. Новосельцев здесь. А тут смотрим. Раз. Два. Данила Ищук уже подустал. Мулин. Вот сюда. И что делать? Что будет, если мы Камбарова еще сюда выпустим? Три замены на 64-й минуте. И одна замена у Террика. Бен Негас ушел с поля. Удар очередной по нашим воротам. 65-я минута встречи идет. Очень сложно, ребята. Не получилось. Достаточно поднять мяч у Кана. Мулин. Первое касание. Не Ахти у него, конечно, сейчас было. Касаев. Стеночки. Ты смотри, какие распасовки. Это просто... И как это клуб с такой игрой на такой низкой позиции? Я все пытаюсь гнуть свою линию, грубо говоря. Вот она, передача. Мулин получает возможность. Да не... Вот это. Подкат. И цибиков нет. Не захватится за этот мяч. Пяточка. Вставай, вставай, дружище. Нельзя. Нельзя так разлеживаться, когда проигрываешь. 2-0. Эдилсон, да. Реальность футбольной жизни такова, что ты можешь делать Реал Мадрид 3-1 у них дома. И потом у себя дома проигрывает Тереку. Хорош, Мулин. Ну и никто не помогал. Вот один только футболист подошел. Странно, хотя... Хотя стояло у меня типа все в атаке. Ну смотри, как убирает всех защитников. Адилсон. 3-0. Просто зверство. Зверство. Давайте хотя бы один гол забьем, что ли. Чтоб как Реал. просто пипец. Я говорю, нам проигрывать, конечно, можно было, но нежелательно. Кирилл Камбаров попытка пробить сдалека. Тоже не самое лучшее. 0-3 на домашней арене. Это после такого удачного выступления в Лиге Чемпионов. Да. С Зенитом нужно будет играть на победу. Вот там надо было оставить себе возможность, так скажем. Ну и как? Как он пробежал мимо-то? Я не знаю. Это вот что надо сделать, чтобы футболист уровня Камиля Мулина пробежал вот так вот мимо мяча. А вот эти футболисты, ты посмотри, из трех, из-под трех, из-под троих защитников, из-под троих нападающих, точнее, не не мажут передачей. Акча. Ну и кому давать? Кому? Не было нарушения. Все в пределах нормы. 87-я минута. Кажется, все идет к тому, что так и закончится. 3-0. Вот она передача на Камиля, но очень не точно. Черышев что-то дружище с тобой не так. И там тоже нарушения не было. Хотя здесь я не согласен. 3 минуты судья добавил. Мы пытаемся поддавить терек, но ничего не получается. Только если пропустить сейчас. тем более на удержание уже пошли. Но да, это поражение. Домашнее поражение. Очень заслуженное, можно сказать. Хотя начиналось все за здравие, так скажем. Вот атака наша и нам не дает последний шанс даже судья отыграться. 0-3. Мы проиграли тереку 0-3, ребята. И сейчас опускаемся. Опускаемся нехило. Очень херово сыграли на весь наш состав. Один удар в створ всего лишь. Был этот удар Черышева. Зенит, кстати, в ничью сыграл, поэтому он нас всего лишь догнал. Куда я зашел? Не туда. Всего лишь догнал. Да, по очкам он нас всего лишь догнал. Такие конители. Но тут херня в том, что даже с зенитом сейчас, если в ничью сыграем, то уже у Динамо появляется возможность занять ту же позицию, что и мы. Мы, кстати, на первом месте, потому что у нас победа 16. Поражений у нас, кстати, больше. Интересная игра. А, торпеда. Мы комотивируем их. мотивируем. Ну, ты, кто будет играть? Ребятки. Понимаете, да, что именно вот этот состав и будет играть, который полураздробленный, полууставший. Жесть. Полное выздоровление Дэнни Инкса. Полное, не полное. Так скажем. А делать так, чтобы они себя покалечили, я не хочу. Так что они будут еще отсиживаться, а вот на замену уже выйдут скорее всего Ювент в Турине. Что ж, ладно, извиняюсь перед вами за поражение. Будем смотреть, как с Краснодаром сыграем. Мне кажется, это будет очень сложно. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Ставьте лайк, если понравилось. Увидимся в новых роликах. Всем пока. Удачи. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. ПЗР Инфо. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на ПЗР Инфо. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.